так ребят нам надо идти нам надо пройти мне надо пройти аппарат вот так что тут как ладно это игру firewatch как можно быстрее потому что на самом деле я уже даже так давно не играл что даже забыл управление и забыл соответственно задания всякие и вообще все 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 что можно было все забыл как посмотреть текущее задание вот кнопку а вот м буква это идти к тополиному ручью сейчас посмотрим туда что ли я не пойму куда идти то ее кормить и вот этот вот ща давай открывай открывай ёкарный я забыл как открыть вот значит нам тот раз сказали посмотреть где тут тополя видимо да честно говоря я вообще не вижу ничего похожего на тополь здесь не знаю может быть они какие-то особенные тополя эти но обычные городские они больше немного по стволу них как у березы такой знаете пестрый на и высокие тополя достаточно так ладно тогда давайте я даже не знаю идти нам надо походу блин где я я забыл это красная . ладно пойдем тогда наконец-то когда я уже пройду эту игру я буду я буду рад если я пройду наконец-то удалю ее не хочу чтобы лишнее что-то засоряла бесполезная память компьютер что-то лишнее что-то бесполезное засоряла память компьютера не люблю это да мы идем вот сюда лично с картой ты чё не можешь бегать что ли инвалид ладно бежим в общем моя задача как насколько я знаю насколько я слышал что мне это порадовал то что она не очень длинная вроде бы эта игра то есть почему порадовал потому что кого-то она и заинтересовала может быть но не меня потому что меня игр уже потихоньку давно перестали интересовать очень давно первый раз это произошло еще по моему до того как я начал вести свою деятельность на ютюбе на вот наверно да но потом снова я решил попробовать мне стало интересно ну и потом со временем снова того адвенолина которое получал при каждом запуске игры если вообще и нервоза раньше то я наверно вообще не очень ты умел играть стопорился на каждом шагу но было очень когда давно еще еще дом до моих первых видео еще до куда едет все я пришел до 2011 года так ну блин как быстро время 5 лет уж ладно рация на рации на рации я забыл как рацию сволочь да нет подожди а как рации а вот ну я пришел нет и не пойму блин так но это вроде бы ручей нет может быть вот этот руби 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 ривер река мне сказали к ручью five мил крик может быть идите к тополиному ручьё крёпаная хрень зачем сюда идти я забыл даже уже я вроде пришел сюда давай речь пожалуйста 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 а вот на колец все правильно сделал видишь там ящик с припасами вот где-то рядом найди его я сменила код 5 6 7 8 5 6 7 8 эй подожди а я хоть запомнил код то на записи посмотрю что 5 6 7 8 по моему а ну легко 5 6 7 8 даже ящик тут рядом вот он я же увидел на карте 5 6 7 8 правильно же неправильно 5 6 7 8 ништячок так что тут у нас печка значит такое карту перерисовать что ли карта обновлена спасибо за обновление смотрим а а рацию надо было забрать она соврала рейнджеру собрала еще одному рейнджеру надеюсь ты содержимому чистую рацию добралась нам нужно попасть в центр и в порядке я не знаю генгл это люди прослушали нас все лето тем образом это возможно я не знаю я не страшно не бойся детка я хочу тебя спросить кто это делает другими дозорными тоже такое происходит может они за кем-то еще следят ох это происходит только с нами все остальные в порядке ты уверен да я пытаюсь я пыталась обсудить это с дозорными чем не рок лосиной тропы не вижу клыка и все все они мне не понимали спрашивали порядке ли я странный координатор округа спросил нет ли у меня женских что-то там это блин ты хоро болтать ребят это все в моей голове а а а тебе нужно попасть в центр позвони если что-нибудь найдешь какой центр который давно еще попасть в ломиться на лук вопить блин это сопли дроп смотрите сопли нам дропнули вопить его пить его пить и где-то тут было вопить station так и больше нет слова пить и вопить и вопить и спину скорее всего это есть это гребаная хрень вопить и ну да наверное туда надо идти блин а куда идти я так понимаю в жопу как всегда да принципе нам больше некуда идти блин я вот так подумал может быть я бы знаете что сыграл какой-нибудь траж вот страшилку вот когда я тут трейлер недавно видела outlast а я обделался сначала потом думаю посмотрю тренер несколько раз пересматривал мне надо было про него вам кое-что рассказать но вы знаете да вот и я не буду ничего отвечать пускай болтает сама собой чуть такой она говорит что она вспомнила о чем-то она не отправляла отчет не говорила не понял что она сделала зачем ты это сделал если просил тебя сообщить минимум информации не давать я знаю и так не поступила просто не хотелось чтобы меня допрашивали раз она про девок против чего сказал сейчас у кого то есть все запись наших разговоров эти девушки все еще не объявились да мы должны докопаться до правды блин а мне неохота копаться до правды кстати тут недалеко так вот и собственно что это такое было сейчас а вот значит я понял что действительно вот кто-то наоборот говорит о атлас не страшный да ну и плевать самое главное на самом деле он такой блин а как спуститься то на самом деле он достаточно опасная игра такая да вот и я понял что чем чем она хороша тем что конечно там есть немного не знаю идиотизма какого-то слишком ну 18 плюс короче вот это это конечно не очень круто слушать я помню помню этот спуск а вот но зато сам смысл того что там сюжет и вообще все происходящее но более реалистичным то есть если взять какие-то хорроры другие страшилки то они какие-то эти обоссанные и не только с график я же понимаю графика не только дело в графике а вот не в качестве а вот как сказать в реалистичности вообще всего окружающего то есть там реальные персонажи люди там нету никаких рожи никакой рожи нету которая может выскочить да может выскочить какой-нибудь чувак за тобой кто-то постоянно гоняется но твой персонаж имеет хотя бы руки ноги видно это все он умеет бегать там и прочее а есть страшные хорроры которых люди не люди просто там у вашего главного персонажа в общем он кое-как двигается вот эти инди игры вот эти хорроры инди они меня знаете очень немножечко даже ух ты смотрите знак тропы я думал это могила ну ладно они какие-то инди игры эти вообще не круто не круто мне не нравится мне не нравится ходить по низкополигональным темным коридором и ждать и отгадывать что записка тут написано кучу записок потом неожиданно какие-то рожи будут выскакивать у тебя перед экраном какие-нибудь девочки с черными волосами ходят и причем не ходят а летают просто на поверхность потому что не хватило мозгов создать анимацию ходьбы ну я конечно извиняюсь но мне это не нравится и поэтому outlast во мне так самый а хотя вот первый раз первый для меня единственный страшный хоррор был dead space 2 я помню первый раз в него начал играть еще давно в двенадцатом году и тогда я конечно валил в штаны блин я не туда пошел а ладно сейчас расскажу заодно я просто боялся но со временем когда я даже дошел начал проходить третью часть почему-то такого страха у меня не было уже не знаю почему видимо уже научился как-то не знаю вырос что ли хотя и вроде тогда был уже достаточно взрослым чтобы не бояться игр вот ну то есть непонятно почему но dead space 2 я помню мне я видимо не понимал ничего не умел значит бороться с этим страхом то есть не потихонечку вылазить с темного угла ну ходить по этим улочкам потому что я понимаю что если так смотри дорожку подожди-ка ага нам сюда да если потихоньку красться во всех играх во всех страшных играх то это только больше доставляет вам паники потому что вы у вас сердце стучит вы волнуетесь ждете ждете и тут как раз таки вылазит какая-то хрень и вы еще больше пугаетесь ты так ровно ко мне положил вот но я со временем стал более спокойно относиться и более бегать что ли спокойно не бояться ну и все такое так о так быстро музыка смотрите как играет исследовать лук в аппите как быстро музыка играет ну блин через этот забор пять пять секунд перелезть мне кажется чё пчела ау планшет а чё почитать нельзя опишем стейшн марафака читать о если вы ищите доктора симонса или симонса симонс симсона симонса он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября за оборудование принадлежащим университету отвечает доктор джонсон оборудование принадлежащим правительству отвечает кэт фердинанд помните это охраняемые зоны и о любых проблемах поломках нарушений необходимо докладывать незамедлительно куууу по моему здесь больше написано по-английски ладно неважно ой а чё это темнеет то ё-моё ну ладно это не дайнлайн так что здесь ничего страшного если если потемнеет наверное ну тем более это может быть и заскриптовано блин как тут спуститься или куда-то идти я не понимаю исследовать лук подожди лук лук стоп а куда 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 сюда что ли а вот что я не увидел давай перепрыгивай блин ты дурак надо с разбегу прыгать чё ты мне тут устроил школьные эти соревнования прыжком с места давай давай погнали погнали посмотрим что у нас здесь есть возможно что-то страшное ну наверное скорее всего нет скорее всего обычные зомби вот здесь я вижу уже какую-то вышку и генератор фигачит ничего сказать нельзя а вот радиовышка так я на территории центра тут никого нет и счастью для нас где здесь серьезные радиооборудования что ты имеешь в виду я говорю об огромной 6-метровой радиовышке вероятно они могут прослушать все кто захотят ну и не такая-то наша огромная они расположены на этой низине из-за чего ни одна вышка не может их заметить чего а продолжать исследовать да ну давай пошли 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 быстрее ой еще одна смотри какое солнце красное прям как не знаю не важно в общем разметка почвы она здесь а кто знает что у них тут что-то там что за музыка радиовышка солнце 2010 о есть куча всяких техники и подобного дерьма например тарелки и штуки на металлических ножках повсюду раскиданы провода не знаю я очень я не очень в этих технологиях как они это сюда доставили мне интересно идем дальше ящик гребаный без понятия я говорю что это возможно то есть у периодически натыкаясь на дозор на который глубоко в этом ну тайной дерьме с черными вертолетами может они с его помощью это сюда и доставили вертолет я так понял ух ты что это было написано от волнового приемника чё это такое давай потыкай чё ничь ничего не взросл эй подожди подожди а я с ним все собрал о подожди чё тут что ли чё тут что ли чё то а письки а письки а песке что или чё не помню я нашел главный стол должен идти до их возвращения хорошо слушай это это чё ветер подожди чё-то пищит вот здесь что я не понимаю на что она пищит я нашел карт который подтверждает что они следят за моими нашими людскими передвижениями если они следят значит они знают что мы здесь мальчик над шорпы от пинксал в ментин мальчик кинц мальчик мальчик блин длин запикивающим устройствам таки а а где оно это вот она первое смотрите вот стрелочку он показывает может это и есть чё там написано тюрик тюрик задом повернись назад сейчас там полюбом кто тебе жахнет вещь которые тебе что там говорится про меня ты сказал что вместе они ходили за ним генри ты меня слышишь сказано что ты твой парень еще вместе что это не так они играют с нами ага окей блин чоки мне уже страшно откуда им знать какой он какого черта вообще не достало что эти люди так с нами поступают мы должны просто сжечь это место уверен а не хотели паджить блин я вообще не понимаю как здесь можно находить возраст 39 лет черты характера кратко обновление это нафиг не надо короче я боюсь что мы сейчас не дойдем до дома до его дома я надеюсь я тут все забрал наверное я кстати так и не понял зачем мы собираем всякие бутылки там зачем это все можно с собой брать я и вообще я не понимаю как можно здесь так вот спокойно ходить ну то есть понимаете лес вокруг человек по рации единственные вот с кем ты общаешься да и вокруг никого ну как никого вокруг кто-то следит за тобой это вообще жутко по моему и не знаю отсюда можно свалить на хуан х и слышите что-то пердит понятно ну так вот насчет хорроров я вам все рассказал я бы все таки если лет уют топ ты могу вовремя хотел парад сообщить да ладно чё страшно ты можешь перепрыгнуть каменный каменный мозг чертур мой ты жирный потому что да я выбрал оттуда что нам делать чё сообщить а а а тем кто начал а у ток и бабп его watch a satire core now burning the forest and everything in it around us а а а а I don't know what to do about that.